МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Другой две новостройки вскоре после заселения получили статус аварийных. Первый адрес Крайняя 5, второй Тундровая 14. И в той, и в другой большинство жильцов были собственниками. Им дали возможность переехать в другие квартиры. С доплатой в рассрочку, если новая жилплощадь оказалась больше. На заседании Городской думы 24 октября было решено увеличить период рассрочки для некоторых переселенцев из аварийных новостроек. У нас несколько таких семей, которые требуют особого отношения. Это семьи, в которых есть либо дети инвалиды, либо члены семьи инвалиды, а также многодетные семьи. Для таких семей сегодня принято положительное решение о предоставлении рассрочки, которые выплачиваются данными семьями между стоимостью их занимаемого жилого помещения и стоимостью предоставляемого до 60 месяцев. Напомню, первое решение о рассрочке платежа для бывших жильцов улицы Крайняя было принято 6 декабря 2018 года. Тогда для этого депутаты собрались на внеочередное заседание. После признания дома аварийным люди переехали в другие квартиры в Тундрово. Новое жилье они получили путем обмена, и некоторым приходится доплачивать разницу в квадратных метрах. Период рассрочки зависит от суммы. Тем, у кого разница вышла от 50 до 500 тысяч рублей, дали 12 месяцев на выплаты. Если доплатить надо больше миллиона – 18 месяцев. А если больше полутора миллионов, то 30 месяцев. Теперь для многодетных и для семей, где есть инвалиды, срок увеличен вдвое. Еще одна сфера нашей жизни уходит в интернет – торговля лекарствами. Привозить на дом таблетки и ампулы будет курьер. Можно ли так вот онлайн купить то, что доктор прописал в рецепте? Об этом в новостях короткой строкой. Госдума одобрила онлайн-торговлю лекарствами в 2020 году. При условии, что доставлять их будут фармацевты. После того, как закон примут, дистанционно смогут продаваться безрецептурные и рецептурные препараты. На начальном этапе Минздрав поддерживает продажу именно безрецептурных, для того, чтобы отработать технологию и гарантировать пациенту качественное, эффективное и безопасное лекарство. В США сняли запрет с китайской компанией, владельца танкеров для Ямал-СПГ. Напомню, месяцем ранее из-за американских санкций перевозчик топлива лишился третьей флота. Международные порты оказались закрыты для шести судов. Сейчас, после отмены запрета, танкеры возобновили перевозку сжиженного газа в нормальном режиме. Столб, который стоял прямо посреди пандуса поликлиники в районе Лимбия-Яха, помогла убрать новоуренгойская прокуратура. Интерес к объекту надзорное ведомство проявило после того, как новость попала в соцсети и вызвала там бурное обсуждение. Сейчас вход в поликлинику стал доступен колясочникам, а виновные наказаны. Это сотрудник подрядной компании и заместитель главврача центральной городской больницы. В целом провел опрос среди граждан, узнал, за какого киногероя россияне проголосовали бы на президентских выборах. Кандидатурами были предложены Штирлиц, профессор Преображенский, Мария Швецова, Валерий Харламов, Семен Горбунков, Саша Белый, Екатерина Тихомирова и Данила Багров. Большинство за Штирлица, который не боится высказывать свое мнение открыто и имеет критический взгляд на многие ситуации. Сергей Рунько, Лала Гасанова, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Накануне мы показали один из проблемных участков нашего города. Обломки сгоревшего дома лежали на Сибирской с сентября. После пожара дом был разрушен, но до полигона обломки так и не добрались. И вот 24 октября эта гора мусора отправилась на свалку. Работы здесь начались с самого утра и закончиться они должны 27 октября. За моей спиной проводятся работы по вывозу строительного мусора, который образовался после сноса дома по адресу Сибирская, дом 11. Значит, этот дом был включен в план сноса на 2019 год. И работы сейчас проводятся планы согласно заключенного контракта с подрядной организацией «Универсалстройпроект». Подснежники – это те еще цветочки. На новоуренгойских обочинах и во дворах их можно найти и зимой, и летом. Если часть исчезает, то тут же появляются новые. В других местах. Приметы – корпус похожий на автомобильный, но ржавый. Часто отсутствуют стекла, но присутствует хлам. Многолетник. Зимой маскируется под сугроб. Лала Гасанова выясняла, как же от них избавиться. На вывоз таких вот брошенок из городского бюджета ежегодно выделяется около полумиллиона рублей. За время плановых рейдов находят десятки забытых машин каждый год. Мы совместно с ними выезжаем и составляем так называемый акт осмотра. На основании этого акта осмотра мы делаем заключение, это действительно подпадает под те критерии, которые у нас определены решением городской думы, или не подпадает транспорт под эти критерии. Критериев там очень много. Среди критериев отсутствие колес, дверей, стекол, бамперов и других частей авто. Если брошенка не подходит под заданные критерии, специалисты по правилам должны найти владельца. А это может занимать до полугода. Все это время пешеходам и автовладельцам, которым и так не хватает мест под парковку, приходится мириться с суровой реальностью и соседству с автохламом. Мы все с ними встречаемся, они действительно есть. В основном это машины битые. Ну и вероятно на них средств нет ремонтировать. Здесь вот у дороги, вообще-то это место считается как пустырем. Там яма придорожная, вот, и вот туда вот таким образом вот этот автомобиль и поставили. А сколько этот автомобиль? Я его наблюдаю с весны. Много здесь подснежников так называемых? Мест и так мало. Вообще-то это большая проблема в городе с парковками. Волга стояла, я не знаю, лет 10, наверное, возле делового центра Ямал. Через дорогу, у вас вдоль дороги стояла. Тоже очень долго стояла, недавно убрали только. Кажется, побить рекорд той брошенной Волги грозится эта лада. Как сообщили в редакцию, машина тут стоит уже несколько лет. В департаменте городского хозяйства объяснили, что работа ведется. Если там есть номерные знаки, либо по некоторым другим признакам, в общем, мы постараемся любыми средствами найти владельца, это автотранспортное средство, провести с ним переговоры о передислокации, так, чтобы он не мешал. Ищут владельцев авто буквально везде. В списке с номерами и указанием места, где стоит машина, публикуются на сайте администрации и в местной газете. Стоит вспомнить, что автохлам всегда был проблемой не только для горожан и дорожников, но и для организаций, которые занимаются благоустройством территорий. Лала Гасанова, Денис Галкин, радио-компания «Сигма» для НУР-24. Продолжается подготовка к марафону «Твори добро», который пройдет в середине ноября. Организаторы поделились новостью. Детей, которым нужна помощь, стало больше. К списку из 10 человек добавился еще один ребенок из Нового Уренгоя – Александр Макаров. Общая сумма, которую рассчитывают собрать в этот раз – 3 миллиона 880 тысяч рублей. Напомню, деньги оргкомитет распределяет между всеми участниками, ради которых и проводится эта благотворительная акция. В прошлом году во время марафона «Твори добро» компания «Газпром Трансгаз Югорск» пожертвовала 600 тысяч рублей. И в этот раз в список детей, для которых собирают деньги, попали трое ребят из Югорска. У всех неизлечимые заболевания. Наши коллеги из ХМАУ побывали в семье Зайцевых. И так знакомимся с теми, кому очень нужна ваша помощь. Когда мы попали в реанимацию, он был очень ослаблен, был очень испуган. Все это было видно в его глазах. И я, конечно, просто страдала и понимала, что я уже ничем не могу помочь. Я не знаю, наверное, у меня уже что-то происходило с головой. Я потихоньку разговаривала с Богом и объясняла ему, что я-то люблю сына, но... Если ему легче уйти просто туда, чтобы не мучиться в этом мире, я была готова отпустить ребенка. Саше 18 лет и страданий на его жизнь выпало с лихвой. Спокойными в семье Югорчан-Зайцевых были первые два года жизни малыша. Два с половиной года у нас начал пропадать слух постепенно. И мы начали очень-очень медленно набирать вес. Точнее, почти остановился там. Пограмулька может. Нам сказали, что нужно будет аппараты подбирать. А по поводу веса стали нас обследовать. И в итоге нам поставили диагноз целиакия – нарушение работы тонкого кишечника. С потерей слуха пришлось смириться. Сейчас у юношей нейросенсорная тугоухость четвертой степени, практически глухота. Несмотря на это, в его беззвучном мире есть место и публичным выступлениям, и творчеству, и рукоделию. А родители всю жизнь ведут борьбу за каждый грамм веса своего сына. Организм человека, больного целиакии, не переносит глютен, который содержится в пшенице, ржи, ячмене. Рацион питания очень ограничен. Рис, гречка, кукуруза, амарант сейчас, слава богу, появился. То есть все продукты вот из этих вот круп. Всё. Больше, по сути, другой ничего не разрешают. Нельзя есть жирную пищу, жареную пищу, острую очень пищу нельзя есть. Нельзя есть стопроцентные молочные продукты. Потому что, ну, чтобы кишечник не утруждать, поэтому облегчённое питание. Ну и сейчас, спасибо аптекам лечебного питания, что-то появляется. Оно, конечно, не дешёвое, но, однако же, хотя бы какое-то разнообразие и возможность питать организм такого человека. Конечно, только жёсткой диетой при таком заболевании не обойтись. Серьёзная статья расходов в семье Зайцевых – необходимые ежедневно лекарства. Это ферменты препараты, мы принимаем крион. Три-четыре раза в день обязательно. То есть каждый приём пищи сопровождается приёмом ферментов. Без этого никуда. То есть пища так легче переваривается. Если не принимать, то результат никакой в приёме, как в наборе веса. После того, конечно, как мы принесли тяжёлое заболевание, сейчас, конечно, с весом ещё опять снова хуже, но постепенно, постепенно выравнивается. О тяжёлом заболевании, перенесённом в 2018 году, Анна до сих пор не может говорить без слёз. Несколько месяцев она с Сашей провела в больнице Нижневартовска. У Саши была лимфома на фоне агрессивного плеурита, жидкость, появляющаяся в лёгких, которая очень быстро нарастала, из-за чего ребёнок не мог спать, не мог лежать, не мог дышать полноценно. Именно тогда была реанимация, семь курсов химиотерапии и катастрофическая потеря веса, которую до сих пор не удаётся восполнить. Но не зря родители называют своего хрупкого мальчика настоящим бойцом. Для нас это было чудом, потому что из реанимации в онкологию возвращаются. К сожалению, не все. Саша смог. Сегодня он чувствует себя намного лучше. Впереди ещё много испытаний, но Зайцевы к ним готовы, несмотря на непростое финансовое положение. В семье работает только папа. Мама всегда рядом с сыном, помогает ему во всём. С её помощью Саша закончил 9 классов и сдал экзамены. А ведь когда-то Анне даже предлагали определить ребёнка в интернат. Каждый ребёнок имеет право жить в семье. У него есть семья полноценная. Где его любят? Мы не алкоголики, не наркоманы, мы не тунеядцы. Мы любим своего ребёнка, мы не хотим от него избавиться. Мы хотим о нём заботиться каждый день, каждую минуту возможную. И они будут заботиться. Только бывают в жизни моменты, когда опускаются руки, не хватает денег, когда начинается неравный бой с болезнями и обстоятельствами. И остаётся только верить в Бога и в людей, неравнодушных к чужой беде. Сайт НУР24. Справочник. Отзывы о компаниях. Вот путь, который подскажет вам, где лучше всего переобуть машину, куда сходить на бизнес-ланч и в каком магазине купить школьную форму. Сейчас свежая подборка ваших рекомендаций и мнений. Давно не была в темпе. Как правило, заезжаю сюда перед новогодними праздниками за игрушками и сувенирами. Была приятно удивлена богатейшему выбору сопутствующих товаров для рукоделия. Всё для квиллинга, росписи красками, скраббукинга и много ещё чего интересного. Глаза разбегаются. Хочется всего и сразу. Уже появились торжественные платья и костюмы к Новому году. Потихоньку раскладывают новогоднюю атрибутику на прилавке. Хороший ювелирный салон, хороший выбор изделий. Присмотрела себе колечко. Муж на день рождения подарит. Взяла деньги и потерялась. На звонки не отвечала, сама на связь не выходила. Пришлось писать заявление в полицию. По договору не отработала, пришлось обращаться к другому юристу. Деньги были выплачены мной полностью. Отдавать деньги за ранее оказанные услуги не захотела. Один из любимых магазинов. Собираем детей в сад и в школу. Цена приятная, ассортимент большой. Часто проводятся акции. Действует дискоттная система скидок. Не обязательно при этом иметь карточку под рукой. У них идет привязка к телефонному номеру. Очень удобно. Ребята молодцы, работают хорошо. Заезжали с мужем, поменяли резину. На совесть, как говорится. Спасибо. Прыжки на батутах не просто детская забава. Это новое направление фитнеси. Чего можно добиться, прыгая на мини-батутах и как это делают в Новом Уренгое? Покажем и расскажем в рубрике «Территория спорта». Амплитуду добавили. С ручкой. Свободный зал, мини-батуты, спортивная форма и профессиональный тренер. Вот рецепт идеального занятия по джампингу. Прыжки на батутах – это не только спорт, но и заряд позитива, освобождение от негативных эмоций, а как бонус – стройное и подтянутое тело. Тренировка начинается с обычной разминки. Затем мы разогреваемся, разминаем свои мышцы. Затем идет кардио-тренировка, естественно, силовая часть. И затем мы разминаемся. Все это длится в течение 55 минут. За это время мы успеваем сжечь около 600, а мы даже и до 1200 калорий. Поэтому, если сжечь калории, то это к нам. Подпрыгнуть так же высоко, как кенгуру, на тренировке не получится. Одно из золотых правил джампинга – прыгать следует не вверх, а вниз, как можно сильнее продавливая батут. Благодаря самым разнообразным упражнениям ни одна часть тела не останется без внимания. Конечно, результат колоссальный. Это, еще раз повторяюсь, антистресс. Для меня лично, потому что я спортом помимо этого еще занимаюсь. Подтягивается общий тонус мышц, но это самое главное. А так, ну, ноги накачиваются, если кому надо. Попочка, если кому нужна. Перед тем, как броситься в омут с головой, а точнее прыгнуть на батут, помните о противопоказаниях. Ими могут стать проблемы с сердцем или опорно-двигательным аппаратом. Впервые на джампинг следует прийти в группу для новичков, чтобы разучить все связки, а также набрать нужный темп. Рассказали о прыжках на батутах. Все. Дарья Ушакова, гости фитнес-студии и мой оператор Феликс Россихин. Телерадио компания «Сигма» для НУР-24. А прямо сейчас программа «Патруль». Любовь Фаламака расскажет про приговор за убийство с особой жестокостью и другие криминальные сводки. А у меня все к этому часу. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok